Последний раз я буду вам рассказывать про модели тех процессов, которыми я сама занимаюсь. Многие люди на кафедре биофизики занимаются, а именно моделями первичных процессов фотосинтеза. Вы знаете, что существуют энергопреобразующие мембраны, что всю нашу энергию мы берем из этих мембран в виде молекул АТФ. Это мембраны митохондрии и мембраны хлоропласта. Вы знаете, что фотосинтез, на самом деле, это, конечно, самый важный процесс на Земле, потому что именно благодаря этому процессу энергия Солнца переходит в какие-то виды энергии, которые доступны всем без исключения живым существам, и нам в том числе, причем как в виде органических соединений, так и в виде вот этих вот макроэнергетических молекул АТФ, АДФ и так далее, и так и в виде для человечества, это в виде запасов углеводородов, которые мы используем там, чтобы получать электричество и чтобы передвигаться и вообще для всяких наших нужд. Ну здесь вот как раз изображена в таком схематическом виде эта мембрана. Сейчас мы немножко поговорим. Значит, вот, ну, вы знаете, что это из школы, что молекулы АТФ называют энергетической валютой клетки. И вот здесь как раз справа изображена АТФ-синтаза, схема или, как сказать, макет, макет этой замечательной молекулы, о которой вы будете говорить на других курсах, и которая обеспечивает нас энергией. Конечно, ее структура была установлена где-то в конце уже 20 века, и удивительным образом оказалось, что она содержит такие же элементы, как электрические моторы, которые использует человечество там, начиная с 19 века. Она содержит ротор и статор, и принцип ее работы, точнее принцип работы наших человеческих механизмов, удивительным образом похож на те принципы, которые заложила природа вот в этих молекулярных моторах. Но эти АТФ-синтазы встроены в мембраны митохондрии и фотосинтетические мембраны. Но митохондрии фактически используют градиент протонов на мембране для того, чтобы произвести эту энергетическую валюту. Но митохондрия это все-таки вторичная молекула. То, что она осуществляет, это дыхание. За счет дыхания мы получаем эту энергию. За счет использования энергии, содержащейся в органических молекулах. А вот фотосинтез умеет добывать эту энергию непосредственно от солнечного света, который падает на нашу Землю бесплатным образом. И поэтому все-таки начальным источником всего органического вещества и всей энергии является фотосинтез. Здесь я показываю эти картинки про митохондрии. Если вы помните, просто хочу вам напомнить. Мы говорили о форме этих мембран митохондрии, когда говорили о фрактальности. О том, какие формы имеют эти мембраны, насколько они сложную форму имеют, такую изрезанную. Дробная размерность имеет пространство органелл, которые представляют собой мембраны митохондрии. Ну а хлоропласты вот здесь изображены. И здесь и мембрана хлоропластов тоже очень причудливым, но сложным образом. Я не знаю, причудливым или нет, но во всяком очень сложным образом упакованы в хлоропласте. Вот видите, вот эти вот клетки листа, а это вот разрез хлоропласта, который имеет внешнюю мембрану, и внутренние мембраны, которые упакованы в виде стопок, называемых гранами, а между ними называется стромальное пространство. Значит, в каждой из этих мембран происходят процессы, которые приводят к запасанию энергии в виде АТФ. Мы с вами уже видели вот эту вот таблицу, в которой изображена иерархия процессов, временная и пространственная иерархия процессов, которые включают в себя фотосинтез. И эти процессы, они на очень большом диапазоне времен происходят, начиная от 10-15 секунды, который соответствует характерному времени поглощения кванта света, и до дни или даже годы, когда речь идет о росте деревьев. И вот все эти процессы, они необходимы, и они сопряжены друг с другом, и они необходимы для того, чтобы производить органическое вещество и кислород, которым мы с вами дышим. Те процессы, которые происходят в хлоропластах, это вот эти вот процессы 1, 2, 3, 4. Они все происходят в хлоропластах, включая цикл кальвина фиксации углерода. А те процессы, которые непосредственно происходят в мембране хлоропластов, это вот 1, 2, 3. Поглощение света, разделение зарядов в фотореакционном центре и электронный транспорт. То есть они занимают времена от 10 минус 15 до 10 минус 2 секунды. Тоже немаленький диапазон. Это все очень короткие времена. 10 минус 2 секунды – это тоже очень короткие времена. Но смотрите, какой огромный диапазон этих времен. 13 порядков. Надо сказать, что мембраны хлоропластов и вообще первичные процессы фотосинтеза, они очень хорошо изучены экспериментально. Это система, которая изучена лучше, чем большинство других субклеточных систем, в том числе мембранной митохондрии. Как раз сегодня мы обсуждали всякие вопросы, связанные с изучением и моделями переноса электрона в митохондриях. И натыкаемся все время на то, насколько меньше информации могут дать экспериментальные методы, изучающие структуру митохондрии, чем те методы, которые применяются для изучения фотосинтетических мембран. И это, в общем, естественно. Понятно. Все дело именно в том, что в мембране хлоропластов происходит поглощение квантов света. То есть процессы, которые там происходят, на входе их. Это световая энергия, которая поглощается молекулами антенны. И вот из-за этого, из-за того, что тут свет принимает участие, мы можем тестировать эту систему так, как тестируются радиотехнические устройства. Как они тестируются? На них подается либо какое-то постоянное напряжение, либо какие-то импульсы напряжения. И потом смотрят, что там происходит на выходе. Здесь то же самое. Здесь можно освещать систему постоянным светом, разной интенсивности смотреть, что происходит. Можно давать вспышки света, которые дают дельта-образный импульс. То есть очень короткий импульс света. И дальше смотреть, вы отбросили систему в какое-то положение, а дальше смотрите процессы релаксации. И кроме того, спектральными методами можно наблюдать за многими компонентами этой системы, внутренними компонентами, какими-то отдельными молекулами, которые там включены. Можно наблюдать флюоресценцию. О флюоресценции мы еще с вами поговорим. Но вот я сейчас хочу сказать, что есть еще одно очень важное свойство этой системы. Ее можно раздробить, разделить. Выделить фотосистему 2 отдельно, фрагменты фотосистемы 2. Можно выделить отдельно фрагменты фотосистемы 1. Можно выделить цитохронный комплекс. И вот эти фотосистемы, они сохраняют свои свойства. Они сохраняют свойства, способность поглощать свет и способность к разделению зарядов и стабилизации этих зарядов. Очень многие эксперименты на выделенных системах делаются при низких температурах, когда все процессы, не все процессы, но некоторые процессы сильно замедляются. В том числе замедляются конформационные переходы в молекуле, движения атомов отдельных друг относительно друга. Мы в прошлый раз с вами говорили о молекулярной динамике. Она как раз описывает вот эти конформационные движения. И тем самым можно на этих выделенных частицах с помощью разных экспериментальных методов регистрировать, оценивать константы скоростей отдельных реакций. То есть константу скорости переноса электрона с одного компонента на другой. И вот эти особенности системы дали возможность очень внимательного экспериментального изучения. Ну и кроме того, конечно, очень важность этого процесса вообще для человечества. Потому что как только наступает очередной нефтяной кризис, сразу выделяются дополнительные деньги на исследование первичных процессов фотосинтеза. Потому что очень таким заманчивым представляется понять, каким же образом удается природе непосредственно энергию солнечного света и неорганические вещества, которые водоросли в себя впитывают из воды, в которой они плавают, из речки или моря или океана. А растения, которые поглощают эти минеральные вещества из почвы, путем очень сложных, конечно, процессов, связанных с транспортом по корням и по стеблям и так далее. В результате получается, что вырабатывается энергия в виде молекул АТФ или в виде высоковосстановленных соединений, и потом дальше биосинтез и так далее. В общем, это, конечно, такая была мечта человечества. Как только поняли роль хлорофила, Тимирязев там большую роль сыграл в исследовании этих процессов, как только поняли вообще суть процесса фотосинтеза, стало сразу исследования, которые ведутся, они, конечно, имеют целью своей как-то этот процесс воспроизвести технологическим образом, чтобы люди могли вот таким альтернативным способом, не сжигая варварским образом, как Менделеев говорил, что топить нефтью, это все равно, что топить ассигнациями, не сжигая углеводороды, которые нам заготовила природа в течение миллиардов лет, а непосредственно получать из тех процессов, сделать какую-то аналогичную систему и получать, значит, вот эту энергию таким способом. Ну, это я такую лирику вам рассказываю и просто объясняю, что почему сотни лабораторий в мире существуют, которыми этими вопросами занимаются, и очень много известно, здесь, по-моему, 7 Нобелевских премий за исследование структуры первичных вот этой цепи электронного транспорта, так что здесь исследования ведутся очень напряженно и много. Значит, и надо сказать, что сейчас в связи с возможностями нанотехнологии уже существуют некоторые гибридные системы, которые работают в качестве сенсоров и которые могут работать и в качестве источников энергии, хотя они еще очень дорогие, но еще не вошли в настоящую технологию. Но во всяком случае в этом направлении ведутся исследования. И второй вопрос, который очень еще важный, тоже уж раз про это я заговорила, то это разные биотехнологические процессы. Вот сейчас говорят, таргетный или целевой биосинтез. Вот генноинженерные технологии позволили, дали здесь хороший инструмент, стараться выращивать в биофотореакторах культуры, которые дают непосредственно тот продукт, который нам нужен. Например, обогащенный каротиноидами или обогащенный липидами. Или существуют микроводы, рассециановые, которые дают молекулярный водород, который может использоваться в качестве альтернативного топлива. То есть здесь очень большой вообще спектр возможностей использования вот этих процессов. А для того, чтобы их использовать, надо, конечно, понять, как же они устроены. Ну вот, значит, это все дело в 60-е, 70-е годы начало изучаться уже на таком молекулярном уровне. И сейчас представления таковы. Ну, раньше думали, что вообще все компоненты электронно-транспортной цепи фотосинтеза, что они вообще как где-то там плавают в цитозоле или как-то так взаимодействуют хаотическим образом. Но, конечно, потом разобрались, что фотосинтетическая мембрана, липидная мембрана является очень сложно организованной системой, в которую встроены мультиферментные комплексы. Вот это как раз эти мультиферментные комплексы фотосистемы-2, фотосистемы-1. И эти мультиферментные, ну, у них такое название, вы видите, какое количество белков здесь обозначено. Они все определены, эти белки. Есть рентген этих комплексов с разрешением там в 1,9 ангстрема, где-то в 1,5 ангстрема. То есть про это все практически известно. А вот эти зеленые, это антенные комплексы, так обозначены, состоят в основном из молекул хлорофила и каротиноидов. Значит, я напомню вам, вы это проходили в школе, какова последовательность процессов. Квант света поглощается молекулами хлорофилл, молекулами антенны. И энергия мигрирует между этими молекулами, пока она случайным образом не попадает на молекулу, выделенную молекулу P680, встроенную в этот мультиферментный комплекс, и способную к переносу электрона, возбужденного, молочного им, на феофитин. Происходит разделение зарядов. На P680, это максимум поглощения пигмента фотосистемы 2, происходит разделение зарядов. То есть здесь заряд плюс, дырка, а электрон переходит на феофитин. Это происходит за очень быстрые времена. Вот здесь вот от феофитина к следующему переносчику 10-4, а здесь 10-10, примерно характерные времена этого переноса. Эта дырка заполняется электроном с ближайшего тоже переносчика, который в свою очередь берет электроны от водоразлагающего комплекса. Ну, водоразлагающий комплекс, марганецодержащий, он достаточно сложно организован, и его вся работа заключается в том, что он обеспечивает разложение воды. И H2O переходит в O плюс H2, и здесь вот написано 1,2 для стихиметрии. То есть кислород, которым мы дышим, и который сейчас необходим для жизни на Земле, и который необходим для работы митохондрии, только в этом случае они будут нам производить АТФ, он производится именно в этой реакции. И это было обнаружено в 40-е годы радиометодом. И тогда стало понятным, что... А до этого не понимали, что является источником кислорода на Земле. Вот оказывается, что фотосинтез. Дальше, значит, происходит уже, я сказала, перенос на другие переносчики, который обеспечивает разделение зарядов на мембране. Это также происходит, как на конденсаторе. Вот опять же, вы в школе проходили, что такое конденсатор, там запасание энергии происходит в связи с разделением зарядов на пластинах конденсаторов. Вот это вот есть первичное запасание энергии в виде электрической энергии. Затем тут еще есть переносчики. В акцепторной части называется первичные, вторичные, хинонные природы переносчики. И накапливается два электрона, которые могут перейти на молекулу пластохинона, который садится в соответствующий сайт. Вот эта вот молекула, она получает два электрона из цепи фотосистемы 2, два протона может захватить из стромального пространства. И в таком виде нейтральном, ПКХ2, эта молекула может диффундировать в липидном слое. Вот это очень важный элемент фотосинтетической цепи, потому что здесь сопрягается поток электронов с потоком протонов. Эта молекула здесь в липидном слое движется, и когда она приходит к соответствующему сайту цитохромного комплекса, она отдает протоны внутрь в люминальное пространство, а электроны, здесь достаточно сложная такая цепь, мы не будем сейчас обсуждать, так называемая схема Митчелла. Электроны в цитохромном комплексе начинают еще путешествовать, а один из этих электронов, один идет вот в цитохромный комплекс, а другой идет на тоже субъединицу цитохром-Ф, цитохромного комплекса, откуда его может взять мобильный подвижный переносчик, маленький белок-пластацианин, дефондирующий в люминальном пространстве, и который служит донором для фотосистемы-1. Значит, в фотосистеме-1, в общем, происходят сходные процессы. Тут тоже происходит поглощение света молекулами антенны, потом разделение зарядов, дефицит зарядов, дырка восполняется от пластацианина, а электрон переходит через цепь разных переносчиков, встроенных в этот комплекс, на НАТФ, который служит уже кофактором, необходимым для цикла фиксации СО2. Значит, мы видим, что у нас, когда переносится заряд вдоль этой всей цепочки, кроме того, образуются еще протоны внутри мембраны. Один протон получается, когда разложение воды, но если молекулы воды, то два протона. И, кроме того, еще протоны пластахинон перетаскивает из внешней стороны на внутреннюю сторону мембраны. И вот эти как раз протоны, которые образуются в люмене, они и являются движущей силой работы вот этой АТФ-синтазы. Ну, мы видим, что достаточно сложная организация этой цепи, но уже при начале исследования этой цепи люди хотели все-таки построить какую-то модель, которая бы позволила показать, объяснить некоторые явления, посмотреть, каким же образом, какова роль тех, например, переносчиков, которые мы не знаем, мы не можем их спектрально наблюдать, что там с ними происходит. И первые модели, как я уже сказала, думали сначала, что эти все уже можно было состав мембраны изучать, можно было понять, какие химические соединения, какие молекулы какого типа входят в эту мембрану, но как они там расположены, это было непонятно. Но можно было редокс-потенциал этих переносчиков определить, и уже тогда было составлено то, что называется Z-схема фотосинтеза, а именно эти переносчики, эти составляющие молекулы, которые входят в состав фотосинтетической цепи, их просто расположили по их редокс-потенциалу. И получилась вот такая вот схема фотосинтеза. Здесь эта схема сайта замечательного фотосинтетика, замечательного ученого Гавинджи, который вообще американский профессор индийского происхождения, у него очень хороший сайт. Он вообще сам сделал много работ по фотосинтезу, и в том числе совместно с людьми, с которыми он делал модели, и много экспериментальных исследований. И кроме того, он и популярные книги по фотосинтезу пишет. Сейчас уже он совсем старенький, но писал и является редактором больших монографий, и всячески пропагандирует науку о фотосинтезе. Если кому-то из вас интересно, то вы можете этот сайт найти и посмотреть, там много интересных материалов, и литература, и всё. И значит, вот эта просто схема расположения этих переносчиков, она как была сделана в 60-е годы, так она и сейчас жива. То есть все дальнейшие открытия и дальнейшее изучение структуры и всё такое прочее, они не внесли никаких изменений в эту схему, потому что, может, какие-то минимальные есть, я уже не могу вам сказать. Но, в общем, эта схема оказалась совершенно правильной. Это я к тому, что всё-таки наука, как говорил Ньютон, что мы стоим на плечах великанов, частично она развивается очень интересным образом. Какие-то вещи сохраняются и оказываются важными для дальнейших десятков, сотен лет, может быть, потом что-то ещё, будут ещё какие-то новые вещи. А какие-то открытия или результаты, опубликованные и часто широко обсуждаемые, оказываются потом или неправильными, или просто неважными, и так и не входят в историю науки. Ну вот, понимаете, в чём дело? Оказывается, что на самом деле, ну вот, например, это фотосистема 2. Здесь вот указаны переносчики. Их этот путь достаточно сложный, вот квант света, который через молекулы антенны приходит на 680. Он ещё представляет собой димер. Тут тоже очень много всяких рассуждений, почему только одна часть этого димера является работающей. И ясно, вот это я просто начала говорить, что сначала модели писали так, как пишут кинетические уравнения для биохимических реакций. То есть просто писали бимолекулярные взаимодействия, вот как будто первый со вторым электронным переносчиком взаимодействия, второй с третьим и так далее по бимолекулярным реакциям. Конечно, это не так. И когда уже поняли, что это мультиферментный комплекс, в который фактически фиксированы в мембране эти компоненты, они не плавают свободно в растворе, что необходимо, при каком условии пишется уравнение химической кинетики, когда свободно плавают в растворе молекулярно. А если они фиксированы, то как там происходит перенос электронов? Перенос электронов происходит между, по так называемой электронной тропе, между электронными ямами, происходит перенос энергии с участием колебательных степеней свободы, но самое главное, что этот перенос происходит в рамках одного фотосинтетического реакционного центра, не каждый с каждым может обмениваться, по фиксированному пути. И для того, чтобы это описать, это уже в 70-е годы, был предложен аппарат, который описывает перенос электронов между вот этим, по фиксированной тропе, описывает не просто состоянием окисленной или восстановленной переносчика, а описывает состояние всего комплекса, то есть сочетания. Ну, например, комплекс из двух компонентов, вот, предположим, С1 и С2, и каждый из них может, например, находиться в состоянии С0, в окисленном, и С1 в восстановленном. Вот если у нас два компонента, то тогда как нам описать состояние этого комплекса? Ну, во-первых, нам нужно понять, сколько состояний. Раз их два переносчика, и каждый из них может быть в одном из двух состояний, значит, всего, возможно, четыре этих состояния, вот они здесь выписаны, либо оба окисленных, либо первый восстановлен, второй окислен, либо второй окислен, второй восстановлен, либо оба восстановлены. Вот это вот все четыре возможных состояния этого комплекса. И записываются уравнения для вероятности этих состояний. Ну, раз это для вероятности, и комплекс в одном из четырех состояний, значит, сумма вероятности всех этих состояний должна быть равна единице. И вот здесь записаны уравнения. Ну, например, каким образом может измениться вероятность состояния вот этого первого? p1 равняется k3 на p2. k3 – это константа скорости перехода от второго состояния к первому. k3 на p2 минус... Вот, возможно, такой переход, когда приток происходит в комплекс c0 со скоростью k1, либо он переходит, может перейти сюда. Значит, это приток, это отток. И так для каждого состояния записываются уравнения для вероятности, которые равны, вот здесь вот в общем виде написано, сумма всех притоков минус сумма всех оттоков. Для каждого вот рисуют такой граф состояния, и затем записываются уравнения, это можно автоматизировать. Сейчас с помощью компьютерных... Для компьютеров это автоматизируется, процесс составления таких графов. Но суть именно в этом заключается, а сумма вероятности состояния равна единице. Ну и, конечно, нужно задать начальные условия для того, чтобы решить эту задачу. Это уже получается система дифференциальных уравнений с определенными начальными условиями. Это линейное уравнение относительно вероятности состояния. Ее можно решать. Ну вот, встает вопрос. Ну хорошо, так мы будем описывать процессы, которые происходят в комплексе. А если у нас... Причем, конечно, сложность этой задачи, она будет зависеть от того, сколько здесь переносчиков и в скольких состояниях может быть каждый из этих переносчиков. Потому что, например, вот я вам там показывала, например, хиноны, пластохиноны, они могут находиться в состоянии с одним, там, окисленным или нейтральным, в одном, с одним электроном, с двумя электронами. И, кроме того, они могут еще присоединять протоны. То есть они могут быть, например, в трех состояниях или в четырех состояниях. И вот от этого зависит количество вот этих вот переменных, для которых мы записываем вероятность состояния. Ну, вот комплекс из трех переносчиков. Здесь три переносчика, каждый из них в двух состояниях. Два в третьей степени, получается, восемь. Вот схема переходов между таким комплексом, между состояниями такого комплекса. Ну, теперь еще встает вопрос. Это таким образом мы можем в комплексе описывать. А там же у нас были еще подвижные переносчики. Там пластацианин наносил электроны от цитохронного комплекса к фотосистеме-1. Или, предположим, пластахинон от второй фотосистемы к цитохронному комплексу. Как описывать эти переходы? Ну, вот первоначально такой естественный путь описывать эти переходы, считать, что подвижный переносчик может взаимодействовать с каким-то компонентом комплекса по закону действующих масс. И именно вот такое предположение заложено в большинство существующих моделей. Ну, вот здесь вот нарисована такая картинка, где подвижный переносчик является, осуществляет как бы циклический перенос от акцепторной стороны комплекса к донорной стороне комплекса и записаны соответствующие уравнения по уравнениям действующих масс. А как мы будем... Значит, нам надо умножить вот это cn-ное, например, в восстановленной форме на d в окисленной форме. А как мы найдем cn-ное в восстановленной форме? Мы же писали с вами только уравнение для вероятности. Чтобы найти его в восстановленной форме, нам надо просуммировать все те состояния, просуммировать вероятности всех состояний, которые находятся в восстановленной форме. Ну, вот у нас, когда был комплекс из двух переносчиков, вот эти 2 и 4, они в восстановленной форме, поэтому мы их просуммируем и сюда будем подставлять. Вот уже... Значит, мы такие с вами обсудили основные свойства модели, с помощью которых можно вот такую кинетическую модель в дифференциальных уравнениях построить для переноса электронов в такой системе. Ну, система достаточно сложная. У нас фотосистема 2, фотосистема 1, цитохромный комплекс. Мы... Вот я первую такую вам модель покажу, когда она упрощенная. Вообще, как правило, для решения каждой задачи... Ведь вы не просто строите модель, но обычно бывает так, что часто строят просто модель системы сначала, а потом... Или даже неправильно я говорю. Сначала встает какой-то практический вопрос. Хорошо бы нам с помощью модели найти какой-то... Решить какую-то задачу оптимизации. Что-нибудь такое... Модель пусть нам поможет сказать, при каком оптимальном режиме мы должны выращивать этих микроводорослей, для того, чтобы получить от них максимальное количество водорода, предположим. Ну, это сначала пожелание такое. Потом люди начинают строить модель этой системы, в результате работы которой и получается этот самый водород. а потом уже встает вопрос, ну, записали такую систему, нарисовали схему, поняли более-менее, или представили себе, как она работает, а потом встает вопрос, на какой же... что же мы хотим, собственно говоря, на какой вопрос мы хотим ответить. И в зависимости от того, на какой вопрос мы хотим ответить, выбирается детализация этой модели. Ну, вот мы с вами сейчас такие основные идеи, идеи, заложенные в модель, как-то обсудили. И пускай нам надо... Мы хотим самую простую модель построить, посмотреть, как она работает. Просто возьмем две фотосистемы, в каждой из которых есть донорная и акцепторная часть. То есть как будто бы у нас в фотосистеме два, два переносчика, один вокисанный, один восстановленный. При освещении происходит разделение зарядов, затем дальнейший перенос через пул хинонов. Не будем уточнять, что там есть еще и цитохромный комплекс. И этот... А дальше от пул хинонов на фотосистему один. И вот мы посмотрим, каким образом будет вести себя фотоактивный пигмент, состояние которого мы умеем регистрировать. Но это я просто вам в качестве примера такой упрощенной модели. Вот эта упрощенная модель фотосистемы два, четыре состояния и отток в пул хинонов. Вот это такая же аналогичная, упрощенная модель фотосистемы один, которая получает электроны из пул хинонов, отдает их на феродоксин, и кроме того, который дальше в цикл Кальвина отправляет электроны, и кроме того, возможен здесь, в этой системе, потом мы еще учтем возможность циклического переноса. И вот общая модель такая, что фотосистема два, фотосистема один, пул хинонов и циклические переносы. Здесь задачей было пояснить экспериментальные данные, которые показывают, что у мутантов, у которых нарушен циклический перенос, ну как гипотетически считается, что там нарушен циклический перенос, разные зависимости получаются по регистрации зависимости времени степень окисления P700 от интенсивности света. И вот как раз вот такая простая модель, она позволяет качественным образом, вот это вот экспериментальные данные, вот это вот модельные данные, она позволяет сравнить, как это происходит у тех мутантов, и тех организмов, где подавлен циклический транспорт, причем этот циклический транспорт может по разным идти путям, и ответить на вопрос, какие же пути подавлены в этих мутантах. Ну это совсем простая модель, а на самом деле, конечно, гораздо более сложные и гораздо более такие подробные результаты и выводы какие-то и какие-то заключения относительно состояния фотосинтетического аппарата обычно делаются с помощью метода флюоресценции. Метод флюоресценции это очень хороший метод, потому что он позволяет на разных масштабах в лабораторных условиях или в полевых условиях, или даже со спутников наблюдать процессы флюоресценции, которые отражают количество, во-первых, интенсивность флюоресценции отражает количество хлорофила, и стало быть, биомассу, которая сосредоточена в том или ином районе, и во-вторых, они позволяют сделать некоторые выводы о эффективности этого фотосинтеза. Вот флюоресценция является побочным процессом от переноса электронов в фотосистеме 2. Часть энергии идет на, как говорят, фотохимические процессы, то есть на перенос электрона, а часть энергии при рекомбинации зарядов переходит обратно в антенну и из антенны высвечивается. Вот это высвечивание и регистрируется в виде интенсивности флюоресценции или в виде того, что называется индукционной кривой флюоресценции, когда регистрируется в течение времени, как меняется интенсивность флюоресценции. Она меняется таким довольно сложным образом, причем оказывается, что из этой кривой флюоресценции, несмотря на то, что она излучается в основном из молекул антенны хлорофилл антенны фотосистемы 2, можно сделать некоторые выводы, касающиеся того, как в дальнейшем устроена цепь фотосинтеза. Ну, относительно цепи фотосистемы 2, это понятно, почему так, потому что, если у вас электроны не идут дальше первичного акцептора, например, то тогда, куда им деваться, они рекомбинируют с донорными компонентами, с P680, и эта энергия переходит опять в антенну и излучается. То есть, в зависимости от того, каково состояние цепи, у нас будет зависеть от этого интенсивность флюоресценции. Поэтому, и поскольку флюоресценция это такой удобный метод экспериментального измерения, а все остальные методы, которые позволяют нам состояние других компонентов фотосинтетической цепи оценивать, они гораздо более сложные, но они вот, а для флюоресценции есть фабричные инструменты, фабричные флюорометры, которые позволяют это все делать стандартным образом, то основные усилия, так сказать, модельеров, людей, которые занимаются моделированием, они были направлены на воспроизведение, на модели вот этой вот индукционной кривой флюоресценции, вот она вот здесь изображена, эта экспериментальная кривая, здесь две там в присутствии определенных веществ, ингибиторов или каких-то блокаторов, разных участков фотосинтетической цепи или веществ, которые снимают градиент на фотосинтетической мембране и в разных условиях измеряется и по этой вот, вот эта вот кривая, ее даже Штрассер такой был очень тоже крупный фотосинтетик, он назвал как подпись фотосинтеза, что вот индукционная кривая флюоресценции это signature фотосинтезис и по ней делаются разные выводы о эффективности фотосинтетического аппарата. на самом деле вот фотосинтетическая система, она, очень сложная, это вот рентгеноструктурные данные, это вот схема, антенна, водоразлагающий комплекс, фотоактивный пигмент, акцепторные компоненты, она достаточно сложная, но здесь вот еще более подробная такая схема, и для нее в разных работах строятся разные, с разной детальностью схему перехода между состояниями, я вам показывала схему перехода между состояниями, когда комплекс из двух переносчиков, здесь учтено четыре переносчика, и вот для них построена такая схема, а стрелочками указаны все возможные переходы между состояниями, а зеленым помечены те состояния, которые вносят вклад во флюоресценцию, которую содержат возбужденный хлорофилл, и тогда если мы пишем дифференциальные уравнения для этих всех переходов, а если мы хотим сопоставлять это с экспериментальной кривой флюоресценции, то мы записываем вот эту величину флюоресценции, здесь константа флюоресценции на световую константу, такая относительная величина, а здесь сумма всех состояний, куда входят вот эти возбужденные состояния. И вот такая модель изучается и рассматривается, как она будет себя вести, какие кривые тут получатся, и как эти кривые будут зависеть от разных условий, в которых находится фотосинтетический образец. Ну, вот, конечно, встает вопрос. Огромная система, она еще не очень большая, а есть модели, которые еще более детально изображают эти все процессы. Встает вопрос, сколько же здесь параметров, десятки параметров, тут и переменных уже десятки. Каким образом можно вообще верить тем результатам, которые получаются при таком моделировании? Дело в том, что моделирование, цель моделирования обычно представляет собой, вообще о любой модели можно говорить, зачем она, что с ней делают. Ставится либо прямая кинетическая задача, либо обратная кинетическая задача. Это не только фотосинтез или другие процессы биологические, в любой области науки так ставится вопрос. Что такое прямая кинетическая задача? Это когда вы сформулировали модель, вы написали правой части дифференциальных уравнений, так как вы понимаете взаимодействие компонентов этой модели, а потом вы исследуете, как будет вести себя модель при разных значениях параметров этой модели. Это задача прогноза, то есть вы хотите знать, что будет, если мы какие-то потоки прекратим, если мы какие-то элементы исключим или поменяем их взаимодействие. Это прямая кинетическая задача. Вторая задача называется обратная кинетическая задача. И львиная доля всех исследований с использованием математических моделей относится к обратным кинетическим задачам. Это когда мы построили модель, тоже считаем, что она соответствует чему-то в природе, но мы в этом не уверены, и мы проверяем гипотезы, насколько эта модель соответствует тому, что происходит. То есть мы хотим по модели, по структуре модели сделать вывод с определенной вероятностью, конечно, абсолютно точно сказать этого нельзя, что реальная система, устроена именно так, как мы предположили в модели. Или, например, мы записали уже, это более узкая задача, когда мы записали уравнение, считаем, что уравнение это мы правильно записали, то есть взаимодействие компонентов мы правильно уже записали, будем так считать. А давайте тогда посчитаем параметры. У нас же еще параметры есть, их нужно оценить. Вот давайте из экспериментальных данных оценим эти параметры. Вот оценка параметров из экспериментальных данных называется задачей идентификации параметров. И есть решение вот этой обратной кинетической задачи. Как правило, вообще есть математический результат, что эта задача идентификации может быть однозначно решена, то есть мы однозначно можем оценить параметры только в том случае, если у нас система линейная и полностью наблюдаемый вектор состояния системы. Что это значит, полностью наблюдаемый вектор? Значит, у нас положим 10 переменок, мы для каждой из них имеем в эксперименте кривую изменения во времени. Так очень редко бывает, и практически не бывает. То есть однозначного решения с математической точки зрения большинство задач естествознания, которые связаны с математическим моделированием, они являются, их называют некорректными. То есть математического, четкого, строгого результата, что вы можете однозначно оценить параметры, не можете вы однозначно оценить параметры. Что же тогда делать? Вот у нас, например, огромное количество, десятки параметров. Почему мы считаем, тем не менее, что мы правильно отражаем ту ситуацию, в модели описываем правильно объект. Вот в нашей ситуации, а именно в фотосинтетической ситуации, у нас хорошая ситуация заключается в том, что у нас многие параметры, многие константы скоростей, элементарных реакций, константы скоростей определены из независимых экспериментов, на выделенных системах. И специальные исследования показывают, что эти параметры в разных условиях для разных организмов, в разных условиях дают одинаковые близкие оценки. и это дает нам основание говорить, что эти параметры мы знаем. И тогда в системе остается уже небольшое число параметров, их называют свободными параметрами, которые как бы подгоняют для того, чтобы воспроизвести те экспериментальные кривые, которые мы имеем. Этот процесс иногда называют фитирование. В современных математических пакетах есть специальные процедуры, которые позволяют делать вот эту подгонку параметров, хотя не всегда это получается, потому что совокупность экспериментальных данных не всегда позволяет это сделать. Но тем не менее в задачах фотосинтеза часто это удается сделать, и для этого как правило приходится ставить специальные эксперименты или использовать какие-то специальные подходы. В данном случае мы использовали такой подход для оценки параметров фотосистемы 2 использовали эксперименты, которые делались в Берлине, в Германии профессором Ренгером и совместно с нашими учеными, это эксперименты на вспышку света, на очень короткую вспышку света. Понимаете, в чем дело? Когда вы решаете систему дифференциальных уравнений, например, такую большую систему, то вам нужно задать не только параметр, вам еще нужно задать начальные условия. И здесь тоже очень часто не так легко понять, какие же начальные условия нужно задать для в данном случае степени восстановленности, окисленности и вообще доли вот этих состояний в начальный момент времени. А если вы, вот я говорила, что чем хороша система, ее можно возбуждать дельтообразным импульсом, можно дать очень короткую вспышку света, насыщающую, когда все, во всех фотосинтетических реакционных центрах, мы же меряем от суспензии или хлоропластов, или микроводорослей, или на целом листе, не от одного реакционного центра мы меряем отклик, а мы меряем от ансамбля этих реакционных центров. Но если мы даем короткую, насыщающую, очень мощную вспышку света, то мы как бы все их приводим в одно и то же состояние с разделенными зарядами. И вот как раз на вот это Наталья Евгеньевна Беляева, первый автор, она у кого-то из вас в группах преподает, она делала эти модели совместно с Ренгером, и вот здесь как раз показаны при разных интенсивностях, вот на этом графике при разных интенсивностях она производила фитирование цветом обозначены модельные кривые, а точками экспериментальные данные, они, видите, так хорошо ложатся в присутствии ингибитора ДСМУ, вот таким образом. И что это позволяет? Что позволяет вот такая процедура делать? Она позволяет оценивать некоторые параметры, которые невозможно экспериментально оценить. И, например, вот в этих работах были оценены параметры безизлучательной рекомбинации зарядов, когда часть энергии уходит в тепло уже в самом фотосинтетическом реакционном центре. Причем эта доля энергии она зависит от интенсивности освещения. И вот эти работы были сделаны на таких экзотических, можно сказать, в экзотических таких условиях были проведены эти оценки, но это очень важный момент, потому что они показывают, доказывают на моделях, что действительно какая доля энергии уходит в тепло. А для совсем недавно статью люди сделали, которые занимаются биофотореакторами и которые пытаются использовать тоже методы флюоресценции для оценки эффективности роста микроводорослей в биофотореакторах. и там получается у них на основании каких-то косвенных представлений ответ заключается в том, что при увеличении интенсивности света эта эффективность уменьшается. В данном случае такая модель на субклеточном уровне говорит, что их предположения имеют вполне реальную почву и действительно это так оно и есть. Совсем забыла про этот значит вот я вам рассказывала про кинетические модели и вот про модель фотосистемы 2 кинетическую конечно со временем развиваются сейчас и модели которые не только фотосистемы 2 более полную содержащую модели стахромного комплекса его состояние фотосистема 1 состояние разной фотосистемы 1 и которые позволяют описывать ход флюоресценции более на больших временах вклад разных состояний в ход этой флюоресценции в общем вот эти всякие более подробные вещи проводить фитирование уже на временах там не только нарастающий участок фотосистемы 2 индукции флюоресценции до 1 секунды но и на более длительных временах и совместно флюоресценцию и спектральный сигнал фотосистемы 1 моделировать но это более сложные модели которые в дифференциальных уравнениях еще мы разрабатываем сейчас модели которые построены на другом принципе мы записываем не для концентрации или вероятности состояния уравнения а моделируем каждый акт переноса электрона или высвечивание кванта света флюоресценции в каждой из цепей это так называемый метод монте-карло с определенной вероятностью на каждом интервале времени счета модели происходят события в этих электрон-транспортных цепях при этом рассматривается ансамбль электрон-транспортных цепей для того чтобы ну это то есть мы фиксируем отдельные события для того чтобы в качестве результата мы получили некоторую гладкую кривую которую мы меряем в эксперименте мы же меряем не от одной фотосинтетической цепи а от ансамбля большого ансамбля а их например в клетке водорослей несколько миллионов ну и вот мы рассматриваем эти ансамбли состоящие из сотен тысяч или миллионов даже этих фотосинтетических цепей достаточно подробно моделируем все эти процессы вот здесь вот субмодели фотосистемы 20 цитохромного комплекса фотосистема один приведены и получаем такие кинетические кривые не в предположении что у нас однородная система а в предположении а моделируя прямо все процессы которые происходят в каждой из цепей и потом суммируя количество событий этих цепей в этих цепях и строя графики зависимости этих событий от от времени но вот эти вот монте-карло модели они называются они относятся к классу агентных моделей мы мы с вами с волками про агентные модели говорили но суть в общем-то одна и та же там мы смотрели как каждый волк себя ведет а потом делали вывод как ведет себя стая а здесь мы смотрим как каждый электрон транспортный цепь себя ведет и делаем выводы как ведет себя как какие сигналы мы получаем от ансамбля этих фотосинтетических цепей но так что это эти кинетические модели они достаточно емкие ресурсоемкие но они как будто понимаете когда мы пишем дифференциальное уравнение то мы закладываем туда некоторые гипотезы а здесь мы моделируем процессы так как мы их себе представляем в их последовательности и ну конечно всегда встает вопрос имеет ли смысл это делать но агентные модели они позволяют нам по сути дела проверить те гипотезы которые мы закладываем в дифференциальное уравнение так что этот в связи с тем что у нас вычислительная техника и мощности очень сильно прогрессирует конечно агентные модели будут развиваться и набирать мощь и силу ну как использовать кинетические модели что с ними можно делать это как я уже говорил фитирование экспериментальных данных оценка параметров в системе то есть мы благодаря этим моделям можем сказать какие изменения в фотосинтетическом аппарате происходят например в процессе роста культуры или при каких-то воздействиях например мы занимались задачами исследования систем выделяющих микроводорослей выделяющих водород какие изменения в фотосинтетическом аппарате происходят при переключении метаболизма от обычного синтеза органических веществ на выделение водорода ну вот такого типа задачи их очень много связанных с экологическим мониторингом с биотехнологией и так далее этом все можно применять эти кинетические модели и там они могут быть полезными но конечно если говорить о таком фундаментальном значении этих моделей то они конечно основаны ну вот мы с вами рисовали эти схемы а это конечно большое упрощение наших представлений о той системе которую мы изучаем и основные ну какие бросаются в глаза неправильности которые мы закладываем модель во-первых мы считаем что все системы однородные у нас все эти электрон-транспортные цепи они работают одинаково на самом деле они работают совсем не одинаково и в особенности в силу того что эта система является очень гетерогенной наши вот эти стопочки телокоидов которые представляют собой граны и вот эти вот стромальные участки участки которые выходят строму они совсем по-разному распределены фотосинтетические комплексы в этих участках а именно фотосистемы 2 они сосредоточены в гранальной области а фотосистемы 1 и атефсинтазный комплекс расположены в стромальных областях а цитохронные комплексы примерно считается что данные говорят о том что они более-менее равномерно распределены значит вот такой эффект такой факт потом дальше у нас есть подвижные переносчики которые переносят электрон положим из фотосистемы 2 фотосистемы 1 тоже непростое дело они из гранальной области должны в стромальные перейти эти переносчики но как они движутся что это за переносчики такие например пластацианин представляет собой белок размеры которого примерно составляют половину диаметра пластацианина примерно половину ширины люминального участка между двумя мембранами можно ли говорить а при том еще там же оттуда еще выпирают эти комплексы из мембраны в люминальное пространство то есть там такое тесное пространство в котором этот пластацианин должен двигаться можно ли там говорить о том что свободное происходит соударение этого подвижного переносчика с теми кофакторами от которых он берет электрон или которым он отдает электрон конечно нельзя и вот такие вот всякие детали структуры которые становятся все лучше и лучше известны по мере экспериментального исследования этой системы они заставляют нас строить вот то что называется агентными моделями уже не только в том смысле что мы рассматриваем отдельные электронные отдельные цепочки переноса электронов а в том смысле что мы должны рассматривать отдельные молекулы которые принимают участие в этом процессе но вот здесь вот еще изображена мембрана телокоидов видите как тесно расположены мультиферментные комплексы в этой мембране можно ли говорить о свободной диффузии например пластахинонов вот для того чтобы это как-то попытаться воспроизвести на модели вот эти вот особенности организации и особенности взаимодействия этих молекул мы уже в течение 10 лет и больше даже занимаемся разработкой метода который называется метод прямого многочастичного моделирования он основан на методе броуновской динамики то есть на методе который описывает броуновское движение частиц под действием случайной силы под действием толчков со стороны молекул воды например как они толкают этот белок который продвигается в растворе но отличие его заключается в том что это многочастичная моделирование что не одна молекула передвигается или две взаимодействующие молекулы а что мы рассмотрим ансамбль этих молекул и тогда мы должны ну фактически такое представление организовать организовать сцену на которой происходят эти процессы в данном случае схема представляет собой две мембраны в которой встроены мультиферментные комплексы и определенное расстояние между этими мембранами мы можем предполагать первоначально вообще-то комплексы тоже могут передвигаться но движение это в липидном слое конечно гораздо более медленное чем процессы переноса электрона поэтому можно считать для начала что эти комплексы зафиксированы в мембране а те подвижные переносчики которые челночным образом переносят электроны от например фотосистемы 2 к цитохромному комплексу в мембране пластахинон или пластацианины которые от цитохромного комплекса в фотосистеме 1 переносят они рассматриваются как такие отдельные тела свободно перемещающиеся в этом соответствующем пространстве ну вот в первых наших совсем первых наших моделях это были просто шарики которые двигались под действием броновской силы и соударяясь соответствующим переносчиком они отдавали свой электрон вот такая была первая версия этой модели значит сцена две мембраны между ними красненькие молекулы пластацианина вне молекулы феродоксина и в мембране молекулы пластахинона но эти модели они уже строятся не так как строятся модели в дифференциальных уравнениях о которых я вам говорила и для которых пишется master equations уравнение для вероятности состояния тут для каждой частицы решается уравнение движения вот dx по dt равняется f от t под действием случайной силы молекула движется и может сударяться с какой-то другой молекулой случайным образом с помощью таких моделей можно уже получить интересные результаты например вот эта траектория молекулы пластахинона в мембране со встроенными комплексами ясное дело что этот шарик который движется уже на такой сцене где встроены белковые комплексы он уже движется его траектория имеет сложный характер и они как-то запутываются и когда наблюдается то это выглядит как кластер молекул распал пластахинона но не только это не просто шарики которые движутся там это в процессах взаимодействия молекул особенно мы имеем здесь конкретно мы имеем здесь дело с окислительно-восстановительными процессами перенос электрону то есть одна молекула отдает электрон другой молекуле здесь не только процессы диффузии играют роль но и большую роль конечно играют электростатические взаимодействия и вот взаимодействие двух белков в растворе его можно представить в виде нескольких стадий по сути дела первые стадии когда они далеко находятся больше чем 30 ангстрем на расстоянии можно представить их как свободную диффузию потому что там же находятся еще в растворе ионы и вот эти противоионы они экранируют электрический заряд и поэтому можно пренебречь электрическим взаимодействием на больших расстояниях между этими молекулами белков когда они сблизились на достаточно большое расстояние то уже начинают большую роль играть электростатические взаимодействия вот в данном подходе броуновском мы рассматриваем эти белки как твердые тела как будто бы их размеры и форма постоянные они рассматриваются как твердые тела и роль здесь играет только поверхностный заряд который сидит на этих белках если мы хотим конечно когда происходит сама реакция то очень большую роль играют конформационные движения о которых мы с вами говорили на прошлой лекции но тут приходится по мере того как мы на больших расстояниях на больших масштабах рассматриваем структуру рассматриваем какие-то процессы то нам приходится более простые делать какие-то упрощения и вот в этой в подходе бронусской динамики мы считаем что это твердые тела конформационные движения не рассматриваем но форма очень важна форма и распределение пространственного заряда когда они близко ближе подходят они уже начинают взаимодействовать в соответствии с распределенными на них зарядом они начинают поступательное движение вращательное движение здесь оно далеко тоже происходит и поступательное вращательное движение случайным образом но когда они уже сблизились в образовании этого предварительного комплекса или реакционного комплекса очень важную роль играет взаимная ориентация потому что для того чтобы произошел перенос электрона с одного на другой молекулы нужно чтобы их реакционный центр достаточно сблизились чтобы было возможно туннелирование электрона с одного реакциона например с одного атома медис на атом железа другого переносчика значит вот это предварительный комплекс образовался потом когда образовался предварительный комплекс этот комплекс уже может перейти в финальный комплекс в котором непосредственно происходит реакция но здесь уже речь идет не о сближении а о том чтобы они приспособились друг к другу лет 30 назад очень много обсуждались такие модели взаимодействия как рука перчатка или там ключ замок но здесь может быть речь идет о взаимодействии леганда с большой молекулой фермента но но если эти даже равнозначные молекулы то все равно они должны притереться друг к другу они должны в такую конформацию прийти для того чтобы стал возможен этот перенос вот это вот этот этап затем этап следующий непосредственно переноса заряда а дальше они должны разойтись потому что эти все молекулы они их роль такая челночная они например молекулы пластацианина они берут электрон от цитохромного кумса переносят на фотосистему один освобождаются и снова свою роль выполняют вот значит мы потом от этих шариков мы перешли к моделированию более подробному вот этих вот процессов а именно процессов один-два и образования первичного комплекса потому что броновская динамика которой мы сейчас о которой говорим она позволяет именно эти процессы сделать сейчас мы уже занимаемся и моделированием тех конформационных изменений которые приводят к образованию финального комплекса ну вот что здесь является математическим аппаратом здесь записывается уравнение ланджевена для поступательного и вращательного движения при наличии свободной силы при наличии случайной силы которая и обеспечивает броновское движение здесь форма молекул определяется каким-то образом и мы аппроксимировали эту форму в виде эллипсоидов вращения потому что для такой формы существуют формулы соответствующие которые позволяют описывать движение таких таких тел их взаимодействия и электрические взаимодействия между поверхностными зарядами этих молекул эти поверхностные заряды можно изобразить разным способом можно изобразить в виде потенциальных поверхностей которые здесь нарисованы а можно именно поверхностный заряд синий это положительные заряды красные отрицательные заряды вот для пластацианина здесь они приведены вот экипотенциальные поверхности считаются с помощью уравнения Пуассона Больцмана вот они вот для окисленного пластацианина и восстановленного цитохрома здесь изображены красненькая это как раз молекулы между которыми происходит перенос электрона ну вот здесь приведены зависимости как скорости взаимодействия этих молекул зависит от ионной силы для разных мутантов этих молекул и вот оказывается что для разные мутанты которые отличаются своими поверхностными зарядами они довольно сильно отличаются и по виду эквипотенциальных поверхностей а раз разные эквипотенциальные поверхности то ясно что и скорость взаимодействия этих молекул будет разная и в том числе делали расчеты для того чтобы эту скорость оценить в зависимости от ионной силы которая определяется количеством присутствующих ионов в растворе и вот оказывается что для некоторых молекул оказывается что эта зависимость носит такой монотонный характер но ясно что если ионная сила большая то тогда экранирование велико и скорость взаимодействия будет меньше но оказывается что и при малых ионных силах есть некоторое падение скорости величины этой скорости и когда обсуждается это не мы придумали это обсуждается в литературе такие зависимости и причиной этого может заключаться в том что при взаимодействии при сближении двух молекул может образоваться либо продуктивный комплекс который затем может перейти в финальный комплекс если они правильно ориентировались друг друг относительно друга а может быть в силу электростатических взаимодействий и вот как раз при малой ионной силе эти сильные получается электростатические взаимодействия они так соединяются в неправильной конформации и для того чтобы все-таки произошла реакция необходимо чтобы этот комплекс сначала развалился а потом снова сблизился в правильной ориентации ну вот это я наверное уже не успею вам рассказывать про влияние ПАШ и всякое такое а вот я лучше расскажу про то про те да ну может быть сейчас еще две вещи скажу одну касающуюся взаимодействия между белками вот мы делали это все в растворе а когда взаимодействие происходит в мембране вот здесь вот изображен изображен цитохромный комплекс и его вот зеленая субъединица цитохром F вот это мембрана черная мембрана вот таким образом он выделяет в приходит в объем люмина то есть понимаете вот это пластацианин он маленький ну маленький не маленький ну в общем он почти половину занимает щели вот этой люминальной щели а вот этот очень сильно тоже выделяет он наполовину ширины щели выделяется в люминальное пространство так что их взаимодействие происходит вовсе не в свободном объеме а в очень ограниченном объеме и вот мы делали такие модели так сказать сцену вот эту вот имитировали как будто вот цитохромы закреплены на мембране а пластацианины плавают там между мембраны между этими двумя мембранами и они должны провзаимодействовать с цитохромом F и вот здесь вот эта кривая как раз показывает зависимость этой скорости от ширины ширины расстояния между мембранами если это расстояние очень большое то получается что просто они далеко друг от друга в среднем находятся и поэтому скорость их взаимодействия константа скорости их взаимодействия маленькая но если вы их сблизите совсем слишком тесно сделаете расстояние то просто молекулы пластацианина их движение становится затруднено и тоже происходит уменьшение существует некоторое оптимальное расстояние которое около там 70 или 80 нанометров между мембранами и вот оно у нас получилось так сказать из вот этих компьютерных экспериментов но оно соответствует реальному расстоянию между нормальными мембранами ну и вот конечно нам было интересно воспроизвести перенос электрон пластацианина электрон пластацианином ацетохромного комплекса на комплекс фотосистемы 1 вот здесь вот показаны расстояния и вот здесь вот показано как квант света сюда ударяет происходит разделение зарядов пластацианин отдает P700 сейчас я что-то оно слишком быстро происходит не хочет ну ладно но вот эта модель делалась таким образом что там распределение фотосистем было такое как я говорила фотосистема 2 в гранальной части фотосистема 1 в люминальной части и встраивались уже такие белки для которых была поверхность определена и поверхностные заряды это цитохромный комплекс это фотосистема 1 комплекс и вот уже мембрана имела не просто характер каких-то домиков встроенных а вот такой имела характер и для нее рассчитывались заряды на этой мембране то есть уже формулы которые мы туда подставляли входило не только на белках заряды но и заряды на мембране и удалось моделировать некоторые явления которые показывают в эксперименте например что восстановление фотосистемы 1 происходит с некоторым запаздыванием что связано с тем что пластанин должен на большой раз сначала переносить электроны с тех цитохромных комплексов которые близко а потом ему уже приходится уходить далеко в гранальную часть для того чтобы окислить цитохромные комплексы которые находятся далеко и поэтому запаздывание тут наблюдается это я вот не буду сейчас вам показывать а покажу гибридную модель броновской и молекулярной динамикой это сейчас я быстро вам покажу значит смотрите вот мы с вами сейчас только что говорили об этом что у нас твердые тела эти белки с распределением зарядов вот они взаимодействуют вот они образуют некоторый комплекс а дальше как же нам моделировать процессы самого образования финального комплекса в котором происходит этот перенос для некоторых финальных комплексов есть в protein data bank есть структуры которые получены с помощью рентгеноструктурного анализа предположим для того чтобы это делать мы применяли уже молекулярную динамику и вот у нас наш аспирант Володя Федоров который будет скоро защищаться он как раз в этом заключается его работа что он для этих двух белков цитохрома C цитохрома F и пластацианина рассматривал сочетание броновской и молекулярной динамики значит что где броновская динамика нам работает уже я показывала это она работает в том случае если мы хотим оценить какой комплекс как они соединились эти белки и образовали предварительный комплекс и дальше этот комплекс либо перейдет в финальный комплекс либо если они неправильно соединились они распадутся вот что здесь будет какова будет история этого комплекса это нам показывает молекулярная динамика и вот например здесь показано расстояние между кофакторами пластацианина и цитохрома F в расчетах молекулярной динамики если комплекс был если они правильно соединились то тогда это расстояние с течением времени уменьшается а дальше уже не меняется оно достаточно маленькое для того чтобы произошло туннелирование вот здесь результаты вот этой MD simulation когда это продуктивный комплекс там указаны аминокислоты а вот когда непродуктивный комплекс хаотическое такое изменение расстояния но и во всяком случае это расстояние достаточно большое и пройти перенос электроны невозможен ну сейчас я вот это если пойдет вот они вот так вот меняются там вот это расстояние между ними обозначено и вот в процессе такой притирки между собой они соединились а дальше уже они образовали финальный комплекс и в этом финальном комплексе они работают вот видите и они еще очень симпатичные этот как какой-то я не знаю кузнечик или кто вот часть расчетов этих всех делалась на ломоносове ну и здесь вот общая схема процессов фотосинтеза и с чем они там связаны с которыми мы работаем в нашей на кафедре биофизики и пытаемся вот эту большую систему объединить математическими моделями которые делаются с использованием разного математического аппарата и сшить их таким образом чтобы иметь цельную картину процессов которые там происходят все спасибо за внимание